Они провели в Сочи 9 незабываемых дней. Сегодня делегаты и волонтеры от Оренбуржья вернулись с 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Вернулись с массой новых впечатлений, эмоций и главное с адресами новых друзей, которых они обрели во время форума. В эфире «Акценты дня» в студии Виталий Дерябин. Здравствуйте! Наша область имела на фестивале солидное представительство. 150 участников из числа, как это принято говорить, продвинутой инициативной молодежи, плюс 50 волонтеров. Прошедший в Сочи форум войдет в историю как самый масштабный из всех когда-либо проводившихся. В нем участвовало почти 25 тысяч человек из 188 стран. Программа фестиваля была настолько насыщенной и интересной, что по признанию наших делегатов порой приходилось вставать в 5 утра, чтобы попасть на тот или иной круглый стол или мастер-класс и узнать, что происходит в мире сегодня и каким ему суждено стать завтра. Стать при непосредственном участии молодежи. Как известно, молодым везде у нас дорога. Мир меняется и меняется он во многом благодаря молодежи. И вот изменение это, наверное, центральная тема вообще этого фестиваля, этого форума «Меняй мир, меняйся сам». Оренбуржцы на фестивале отметились не только числом, но и умением. Причем отметились креативно. Каждый из российских регионов на фестивале разворачивал свою экспозицию, как правило, с местным колоритом. Наши делегаты представили и народную составляющую, и инновационные технологии будущего, которые в Оренбурже являются уже настоящим. Стенд Оренбургской области представляет тепло оренбургских традиций и современных технологий. Выражается это в использовании и презентации оренбургского пухового платка, как традиции Оренбуржья, и использовании солнечной энергетики, как инновационных технологий. Ежедневно на площадке нашего региона проводились мастер-классы для всех желающих. Взял в руки кисточку и акриловые краски и тут же сделал себе деревянный значок в виде фестивальной ромашки на память и о форуме, и об Оренбуржцах. Можно попробовать силы в рисовании, точнее даже моделировании при помощи специальной 3D-ручки. Можно в крестике-нолике сразиться. Игра, казалось бы, всем известная, но тоже с 3D-нюансами. Играть нужно в трех плоскостях. Играть и выигрывать. Среди посетителей нашей экспозиции проводились регулярные розыгрыши призов, в числе которых были опять-таки инновационные предметы, например, универсальный аккумулятор с солнечной батареей. Тоже на память о солнечном Оренбурге. Информационные и цифровые технологии на фестивале – одна из самых востребованных тем. Продвинутая молодежь со всего мира оснащена самыми современными гаджетами, которые, однако, сегодня являются чуть ли не основным препятствием для прямого общения. Полностью сосредоточенные на своих смартфонах молодые люди и девушки среди делегатов форума встречались регулярно. К тому же их, как известно, всем выдавали в начале фестиваля. Бесплатно. Так что нагрузка на системы, обеспечивающие интернет и сотовую связь была очень большой. Что, впрочем, очень даже пошло на пользу. Из виртуального мира молодежь возвращалась в мир реальный и обращала внимание на тех, кто рядом. За счет того, что интернет работает плохо, мы не сидим в телефонах во время обеда и получается разговаривать, получается общаться. Ребята из Ирана, из Вьетнама, из Америки, из Австралии. Абсолютно открытые, искренние люди. Обещал и обещания сдержал. Провожая нашу делегацию на фестиваль, Юрий Берг сказал – достойно представляйте область. Увидимся в Сочи. Встреча состоялась в предпоследний фестивальный день. Губернатор осмотрел экспозиции Оренбургской области и других регионов страны, а потом попросил рассказать оренбургцев о том, чему за время фестиваля они научились, каких успехов достигли, что запомнилось им больше всего. Кто-то за время форума поднаторил в английском языке, кто-то постигал народные ремесла, кто-то учился рисовать. Сразу несколько оренбургцев без труда выполнили нормы ГТО, продемонстрировав прекрасную спортивную форму. В обоих смыслах слова костюмы нашей делегации с мотивами оренбургского пухового платка привлекали внимание многих. Я хожу по площадке фестиваля, я видела ребят на региональной площадке, я вижу наших ребят в нашей форме, я действительно горжусь, потому что наша форма самая красивая. Чувство, конечно, гордости за нашу молодежь, чувство гордости за нашу страну. Вот все, что мы сегодня видели, говорит о том, что в нашей стране хорошее будущее. Большинство из делегатов, уезжая из Сочи, говорило, участие в фестивале – это самое значимое событие в моей жизни, которое еще вся впереди. И фестивальная страничка, нарисованная яркими красками, будет одной из главных в их жизненной книге. Это были «Акценты дня». Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин